Рубцовск – первый город, где встал вопрос о повышении оплаты за детский сад. По словам родителей, сотрудники дошкольных учреждений раздали анкеты и попросили заполнить их с просьбой указать сумму, которую они могут платить с учетом повышения. Неожиданный опрос или как прозвали его в Рубцовске голосование обескуражил жителей. Я позвонила своим знакомым в Шипуновский район. В Шипуновском районе нет никакого анкетирования. В Барнауле у меня живет родственница. Там тоже нет такого анкетирования. Юля, смотрите, и так 2000 – это для Рубцовска, но это немало. Это большая сумма, конечно. Еще же существует дополнительное образование, которое родители тоже оплачивают. Если будет поднятие детского сада, мы будем собирать пикеты, акции против. За посещение ребенком детского сада в разных регионах России платят по-разному. Так, в Алтайском крае родители платят максимум 2000 рублей, в соседнем Новосибирске – 2800 рублей. В отдаленном Магадане месяц стоит 6000 рублей, а в Питере всего одну, то есть наполовину меньше, чем в Барнауле. Конечно же, мы против повышения цен, в любом случае, в детских садах или нет. Вот ребенок кричит, но мы против, если что. Цены дорожают, все дорожает. Естественно, пребывание ребятишек в детском саду, дети стоят этого. То есть, если поднимут цены, мы не против. О, я думаю, я с этим не согласна. Ну, как так, при нашей жизни еще что-то поднимать – это ужас какой-то просто. Сейчас очень сильно подорожали продукты, всем это известно. И для того, чтобы дети питались более-менее нормально, то есть я не против, чтобы мы повысили. Возможное повышение оплаты за детский сад, поясняют специалисты, мера вынужденная. Она вызвана стремительным ростом цен на продукты. То, что касается повышения оплаты за питание ребенка в детском саду, прежде всего, это, конечно же, прерогатива муниципалитета. Да, нам поступали и предложения, и ходатайства, и было огромное количество звонков о том, что на сегодняшний день необходимо поменять питание в детских садах. На сегодняшний день данный вопрос прорабатывается. То есть, о повышении говорить пока рано? Говорить пока рано. Идет предварительная работа, идут экономические расчеты. Последний раз родительскую плату повышали в 2019 году, говорят в Министерстве образования края. Прошло больше двух лет, жизнь подорожала. И детские сады тому не исключение. Но для отдельных категорий граждан по-прежнему действует кэшбэк или привычная компенсация. От 20 до 70 процентов в зависимости от количества малышей и статуса семьи. Валентина Аскерова, Александр Антропов, Дмитрий Денисов. День с толком. Валентина Аскерова, Александр Антропов, Дмитрий Денисов. День с толком.